Всем привет, друзья, с вами Илюха. Итак, хочу предложить вашему вниманию разбор одного боя на ЛАГ-3. В нем мы посмотрим на мои ошибки и на некоторые тактические моменты. Видео будет удобным и полезным для новичков, которые часто смотрят мой канал, чтобы узнать для себя что-то новое. Видеоурок будет в двух вариантах. Первый мы посмотрим бой вначале с маркерами. И второй, как я уже видел, его без кабины. Это сервер Wings of Liberty, летал я один. Так, давайте поехали смотреть. Вначале разберем диспозицию. Я подлетел к нашей наземке, это наша железная дорога. Там летала, как видите, вот один мистер Шмидт и внизу там летал Е2-110 и F4. Они крабили наземку, в принципе, никого из союзников рядом не было. Я шел по нулям, ну там спикировал. И давайте посмотрим, что же получилось. Так, строю заход на 110, но неудачно. Начинаю разворачиваться. Лак, кстати, у меня был с вяжкой, заряженный осколочно-фугасными снарядами. Забыл уточнить. Итак, захожу. Ну и наношу какие-то повреждения. Дальше смотрим. У нас 1G2 сверху, 1F4 сзади. Ну и 1F2 там тоже вдалеке. Они как бы еще не поняли, что я подлетел. Так, вот смотрите, такой момент сейчас я разворачиваюсь. И заметил, что мимо пролетает мессер. Поэтому я решил бросить атаку на 110-чика и заняться этим мессером, поскольку обнаружил, что у него было мало энергии. И я имел определенный шанс сделать пострел. В этом случае я промазал. Мессер начал закручиваться. Ну и тут, в принципе, срубая ему крыло. Вот он упал. Дальше смотрим, что у нас. Смотрим вдалеке, там летает наш 110-чик возле наземки. И F4 тоже летит вдалеке. Очень далеко еще один синяк. В принципе, пока что ситуация такая. Итак, идем дальше. Я начал искать 110-чик. Смысл какой? Если вы летите и видите кучу синяков, и у вас самолет с хорошим мощным вооружением, то, в принципе, иногда можно даже не жалеть самолет. Главное, быстро-быстро, как можно быстрее сбить штурмовик, а прикрышка вас сожрет. Но в этом случае вы хотя бы прикройте наземку. Так, ладно, идем дальше. Сверху видим, что появляется где-то в космосе Як-1. И он, походу, займется тем Фридрихом на самом верху. В нулях же я тут 1 и 3 синячка. Все, идем дальше. Ну, в принципе, здесь я срубил с небольшой очереди 110-чика. И в один из этих моментов, тут, по-моему, в камеру не попало, один из мессиров разбился. Он либо раньше, либо позже. Я смотрел на других повторах. Поэтому, в принципе, нам уже он не интересен. Здесь сверху, как вы видите, ситуация уже достаточно спокойная. Синяков непосредственно на точке нету. Но я увидел вот там вдалеке, видите, трассеры. Там был бой. И решил пойти в том направлении. Давайте я чуть-чуть перемотаем. Ускорим. Так, вот тут ключевой момент. Я заметил, что летают 2 мессера. И предположил, что они, скорее всего, в паре. В такой ситуации лучше вообще не лезьте туда. Тем более, это уже вражеская территория. Это действие было возле линии фронта. Отойти в сторону, набрать высоту. И если там мессера где-нибудь сольются, попробовать их сбить, там сказать, с превышением в энергии. Но я тут почему-то решил поверить в себя и пошел за ними. Весь расчет был лишь на то, что, в принципе, они могут там где-то закрутиться. Или меня не видят. Я шел по нулям. И я успею там, допустим, сбить кого-нибудь и по-быстрому смотаться. Но, как покажет практика, это достаточно сложно. Вот я пошел. Вижу, что мессер уходит вправо. В принципе, это была наша территория. Для меня траектория была удобная. И, к тому же, сзади меня, как вы видите, там вот это была наземочка. Там, возможно, еще были какие-то зенитки. Но точно я знал, что тусуются наши истребители. Поэтому, в принципе, решил все же рискнуть и попробовать догнать. На мое счастье, это было второй. Я не видел, что это за самолет. Но предположил, что мессер, может быть, будет идти на каком-нибудь там, ну, не боевом режиме, а на более продолжительном. Поэтому решил погнаться. Конечно, ситуация очень бессмысленная. Поскольку на лаге вы будете догонять противника очень-очень долго. И, скорее всего, вы его даже не догоните. Потому что лаг очень медленный у земли. Но мессер начал поворачивать. Сразу скажу, что в этот момент я предположил, что где-то его друг может заходить на 6. И поглядывал. Поскольку мессер поворачивает направо, скорее всего, противник будет заходить с этой стороны. Я вот сюда поглядывал, но пока никого не видел. Тот мессер или потерял, или что, я не знаю, куда он пропал. Но пока пробую догнать своего клиента. Тем более, он начал двигаться в сторону нашей точки. Тут он что-то решил втопить по прямой. И я подумал, что я уже его навряд ли догоню. Поэтому, видите, пришлось форсировать события. Решил пострелять, чтобы он там хоть что-то задергался. Ну, как видите, стрелял с очень дальней дистанции. Я не умею с таких дистанций особо попадать. Ну, думал, что сейчас он будет задергаться. Но мессер что-то начал просто внезапно резко идти наверх, не сливая скорости. Что очень печально было для меня. Здесь я... Смотрите, такой момент. Он вынырнул наверх достаточно резко. И я не стал сразу вынырить за ним. Сохранил энергию. И чтобы он меня не видел как можно дольше. Может, он там заелозит, либо еще как-то сольет скорость. У меня появится шанс. Обратите внимание, что я летел уже с закрытым фонарем. На стадии переследования я его закрыл, чтобы сохранять скорость. Потому что фонарь там жирает на разных самолетах. Ну, 13-15. Что-то в районе этого километра в час. И вам будет очень тяжело идти. Так, дальше смотрите. Я сейчас крадусь за ним. И я понимаю, что сейчас уже, скорее всего, сзади на меня будет кто-то заходить. Я еще никого не вижу в этот момент. Но уже предполагаю. Как видите, обратите внимание, заходит один мессер уже появился. И там вдалеке второй. Потому что он вернулся в то место, где началась наша погоня. Вот он мессер потянул наверх и потянул в сторону солнца. Мне было очень тяжело целиться именно из-за солнца. Поэтому я тут дал очередь на остатках энергии. Попал ему в правое крыло, как видите. Но не смертельно. Вяжка что-то не всегда хорошо дамажит в последнее время. Увидел здесь трассеры. И понял, что сейчас там... Предположил, точнее, что сейчас у меня уже на шести там висят гости. И поэтому уже надо что-то предпринимать. Плюс, обратите внимание, когда тянулся за ним, я закрыл радиатор полностью, чтобы сохранить максимум энергии. Поэтому двигатель чуть-чуть закипел. Но это не критично. Радиатор тоже жрут скорость. И на таком даже дыре, берегне как лак, все же сохранять нужно скорость по максимуму. Дальше, смотрите, я оттянусь и начинаю уже сваливаться. Тут уже посмотрим на диспозицию с мессершмиттами. Так, вот у нас один. Он с подвесами. Модифайр, да, этот? И пока что вроде... Тут еще где-то должен быть, но я его не вижу пока. Смотрите, сейчас начинаю сваливаться. Вот. И на меня этот Федя сейчас будет прыгать. Вот, вот, вот рядом. Сейчас была только что стрельба. Мимо пролетает еще один мессер. Вот он. То есть, дальше, смотрите. Вот у нас раз мессер. Вот два, за которыми я гнался, которые слегка постреляны. И мессер три. Энергия, в принципе, была. Высота была. Здесь у нас на карте, вот здесь вот где-то находится наша ЖД-станция. Про которую я говорил вначале, что далеко я не хотел от нее убегать. И единственное решение, конечно же, с кучей мессеров на шести, это просто драпать направление этой ЖД-станции как можно быстрее. Тем более там, как я говорил, дежурили наши. Смотрим дальше, что у нас. Дальше у нас уже начинается тут целая куча мессеров падать на нас. Вот зенит очки, видите, справа. Это, кстати, были выстрелы зениток. Сейчас только я увидел. А я иду в нашу сторону, и здесь уже летит навстречу какой-то як. Смотрите. Сейчас як пролетает. Я его увидел, кстати. Вот, и он будет сейчас встречать в лоб мессера. А мои преследователи тем временем уже начинают догонять. И надо что-то предпринимать. Все, начинаю делать маневр. Видите, як обстрелял. Включаю оно, чтобы меня видели. В принципе, по маневру. Лучше, конечно, в идеале было подпустить их метров на 400-500. И начать делать маневр. Чтобы, так сказать, у них не было хорошего угла. Но я решил делать его раньше. Некогда было там соображать. Поэтому сейчас немножечко получу. Вот, получил. И обратите внимание, у них уже есть угол. Хорошая позиция для стрельбы. Если я продолжу вираж, поскольку мессера, в принципе, виражат лучше, чем лак, то придется использовать такой прием, так сказать, как развернуться в противоположную сторону. Что-то типа ножниц, но с использованием еще и крена. То есть, начиная перекладываться сейчас. Вот, вот так вот. Оп, переложился. И сразу же в другую сторону. Ну, типа размазанная бочка. Начинаю пропускать. Обратите внимание. Видите, этот уходит на энергию. В принципе, он сейчас нам не страшен. А этот мессер провалился вниз. И, поскольку от мессера был пробит, пробую зайти к нему на 6. Что, в принципе, и удалось. Но, давайте посмотрим, что там у нас дальше. Тут мессер ушел наверх. В принципе, он сейчас с нами не занимается. И сбоку еще у нас якорь один. Федя тут решил зачем-то встать в вираж. Вот тут я пострелял. И в этой очереди у меня закончились все боеприпасы для вяжки. Остались только пулеметы. Все, смотрим. Мессер встал в вираж. И я сейчас из пулемета буду пристреливаться по нему. Вот, хорошо зашло. Так вот тут вот дострелял все, что можно было. И пулеметы у меня полностью закончились. То есть у меня сейчас истребители, как говорят иностранцы, но ОМО. Все, то есть у меня нету боеприпасов. И мессер вроде как бы отвернул. Я решаю просто пойти домой. Но ключевой момент, помимо того, что я иду домой. Видите, вот там тот мессер с подвесами воюет с якорь. Который внезапно подошел мне на помощь. Больше тут, в принципе, особо рядом каких-то локальных конфликтов нет. Но мессер пошел за мной. В принципе, как я говорил, мессер быстрее. Но я знал, что это мой мессер, который я пробил с вяжки в крыло. И еще сейчас ему достаточно много раз попал из пулемета. Поскольку планер самолета был поврежден, то у меня был шанс удрать. Я не знал, какой это Фридрих. Но решил попробовать просто удрать. Сразу обратите внимание, тут я пока смотрел. Сейчас я закрою фонарь. Закрою радиаторы. Ставим, так сказать, смесь на 100. РПО на 85%. И стараемся на максималочке отойти. Вот закрыл. Сейчас совочки прикрыл, чтобы разогнаться посильнее. Но учтите, что с закрытым фонарем я не видел его там толком. Сейчас поэтому фонарь чуть-чуть попозже открою. Вот я закипел. Чуть-чуть полетим на перегреве. Но и сейчас я уже открыл фонарь, чтобы посмотреть, что с ним будет. Как вы видите, мессер отвернул. Вот я улетаю. Он отвернул, поскольку он понял, что не догоняет меня. И решает отойти домой. Но домой он решил отойти не просто так. Решил поучаствовать там немного в воздушных сражениях. Вот там якорь, который подошел меня спасти. И его уже тут бьют изо всех сил несколько человек. Вот он упал, якорь. И наш друг, зачем-то пытаясь зайти. Видимо, какие-то повреждения у него серьезные были. Упал и, собственно говоря, взрывается. А я тем самым временем вернулся домой. На аэродром и смог посадить самолет. В принципе, на этом история закончилась. Засчитали три сбитых. Но суть здесь не в этом. Суть в том, что мы рассмотрели с вами некоторые технические моменты, которые могут быть кому-то полезными. Вот и наш аэродромчик. И я, собственно говоря, приземлился. А теперь давайте просто посмотрим, как это было уже с видом из моей кабины. Поскольку общую картину боя вы знаете. Ладно, давайте переключаемся и смотрим сейчас. Комментировать тут, ребята, уже особо нечего. Поскольку весь бой я вам рассказал. А просто поэтому поставлю вам приятную музыку. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Обратите внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, у меня сломалась одна гашетка на джойстике. Поэтому у меня пушки, пулеметы, все так сказать, с одной кнопки и по-другому я ничего не могу поделать, к сожалению. Но еще добавлю, сейчас у нас уже будет шестера, поэтому вам просто лучше смело открыть фонарь, пофигу на скорость, обзор в этой ситуации гораздо важнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и тут обратите внимание, то что на открывание-закрывание фонаря и створок радиатора. К сожалению, еще хотелось бы давать, что направление бегства было не совсем на наш аэродром, и скорректировать его сразу не было большой какой-то удобной возможности, поэтому пришлось лететь немножечко в сторону, но в любом случае в сторону нашей аэродрома, хоть и немножечко южнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну вот в этот самый момент я увидел, что меня серот вернул, и уже домой пошел без тревожного сердцебиения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ну а дальше успешная посадка как говорится и бурная радость при приземлении на этом у меня ребята все всем кому понравилось можете поставить лайк написать свое мнение об этом бое поделиться своим опытом что-то передать новичкам я думаю им будет полезно и выслушать и ваш опыт и ваше видение допустим каких-то момент ключевых моментов также хочу предложить подписаться точнее стать фолловером на моем твиче на котором я стриблю гораздо чаще для тех кто не в курсе я стриблю на твиче гораздо чаще чем на ю тубе и большее количество игр ссылочка на мой твич есть в описании на с вами был илюха желаю всем самых лучших удачных полетов успешных каток как говорится со совершенствования в небе ну и до встречи в новых видеороликах всем пока